На днях жители улицы Детской услышали треск и грохот. Упала часть дерева, перегородив проезжую часть и поломав забор ближайшего участка. Также были повреждены линии электропередач. Спустя несколько часов на место выехали специальные службы. Подачу электричества восстановили, проезжую часть освободили. Но отломленная часть дерева, которая не была сразу ликвидирована, продолжила беспокоить жильцов ближайших домов. Улица идет от станции, катаются дети, ходят люди. И куда она упадет, одному богоизвестно дальше. Потому что она может упасть вдоль дороги и на кого-то вообще-то. Дерево очень ломкое, от него ветки летят во все стороны. И просто под тяжестью воды или ветра, ветер сейчас страшный бывает такой, просто страшный. Тогда Эльмира оставила заявку на портале Добродел. Бригада отдела благоустройства Ленинского района оперативно отреагировала и выехала на место для осмотра проблемного объекта. Поступил вызов, выехали на место происшествия. Сами, как видите, дерево упало. Огромный ствол. Сейчас сделаю анализ, ждем вышку. Будем ударять. В результате анализа стало ясно, что близко к стволу проходят электрические провода. Было принято решение на время проведения работ отключить электроэнергию. И уже утром следующего дня работы по демонтажу дерева продолжились. Мы получили сигнал буквально вчера. Тут же оперативно выехал начальник участка, оценил объем необходимых проводимых работ. И сегодня мы уже, организовав взаимодействие со специальными службами, я имею в виду МОЗ «Энергосбыт», будем демонтировать вот этот опасный участок. Работа она обычная, для нас привычная, поэтому особых проблем не будет. Но еще раз говорю, что чтобы оперативно решать все эти вопросы, жители уже знают, что надо обращаться на портал Добродел. И это в очередной раз пример активной позиции граждан. Заявки с портала быстро обрабатываются и принимаются к сведению соответствующими службами. Не стоит забывать, что наше благополучие зависит от нас самих. Алексей Мельников, Владимир Бежов и Сергей Ларин. Видное ТВ.